Продажа транспортных брелков стартовала 1 августа. Приобрести их уже можно в газетных киосках. Продавец одного из них объяснила нам, что брелки по своим функциям ничем не отличаются от транспортных карт. Разница только в размере. Точно так же деньги на них можно закинуть прямо в киоски. Мы начали с 1 августа торговать. Пока особой активности не замечено, не особо раскручено, что появилась такая новая продукция у нас. Ну, порядка 20 штук мы продали за эти два дня. Удивительным на фоне эволюции средств расчета за проезд в Барнауле выглядят старые билеты, которые все еще продолжают выдавать пассажирам некоторые кондукторы. Вот и нам в 60-м автобусе сегодня вручили такой. И это несмотря на то, что у кондуктора был при себе валидатор. Расскажите, а почему такой билет не электронный? Потому что надо продать такие билеты, чтобы потом электронный или наоборот. Опрос, проведенный нами на улице, показал, что барнаульцы не так уж и редко получают в общественном транспорте старые билеты. Зачем тогда надо было тратить миллионы средств налогоплательщиков на введение новой системы? Недоумевают барнаульцы. Иногда идет кондуктор, у нее есть и терминал электронный, и она дает такие все-таки билеты. Не пользуется им. Не знаю, с чем связано, но было и такое. А когда последний раз вам продавали билеты старого билета? Я даже не припомню. Неделю назад, может быть, было. Наверное, со временем не сразу отменят их. Какое-то время должно пройти, чтобы отменили эти билеты. Криминала в том, что горожанам продолжают выдавать старые билеты, нет, сообщил нам сегодня Николай Долженко, исполнительный директор Ассоциации пассажироперевозчиков Барнаула. Говорит, это связано с тем, что система все еще находится в переходном периоде. Конечно, даже если деньгами человек рассчитывается, его все равно через валидатор надо пропустить. Поэтому вот тут, если он берет деньги и не пропускает через валидатор, ну это вот неправильно, в принципе. Он все равно должен своей карточкой, отметочку сделать, что денежка поступила. Переходный период, когда кондукторы наравне с билетами из валидатора продолжат выдавать пассажирам билеты старого образца, по словам экспертов, должен закончиться уже этой осенью. Ну а в мэрии тем временем просят горожан, в случае если кондуктор выдал им старый билет и не зарегистрировал поездку по терминалу при оплате наличными, обращаться в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города по телефону 371-617. Алексей Янкин, Александр Антропов, информационный канал «Город».